Здравствуйте! Мы с вами продолжаем знакомство с теорией вероятности. Это раздел высшей математики. Мы пытаемся познакомить желающих экономистов с высшей математикой. Сегодня речь пойдет об очень важном для нашей жизни законе. Закон называется закон Пуассона. Или распределение случайной величины Пуассоновское распределение. Вот такое вот дело. Это очень важный закон. И куда ни обратись к какому делу, не прислонись, обязательно столкнешься со случайной величиной, распределенной по закону Пуассона. Вот я хочу вам такую историю рассказать. Это фактически сказка. Называется она «Свободительный поход на Лондон». Представьте себе 60-е годы. Конфронтация Восток-Запад, блок НАТО, Варшавский договор. Есть такой текст еще для студентов. Помню, мы учили «Where many pack and garden in London?» Видимо, это значило очень много паков и гадов в Лондоне. Естественно, Лондон и вообще всех пролетариев надо было освободить от этих самых паков и гадов, которые в Лондоне копались. Короче говоря, накоплены были горы оружия. Оружие лежало на складах, снаряды. Они до сих пор, говорят, лежат потихонечку, ржавеют потихонечку, выходят из строя. И вот получилась такая интересная ситуация. Вот давайте, так сказать, представим себе, зима, все готово к освободительному походу на Лондон. Нужно только посчитать, где-то в тиши генштабовских кабинетов, нужно определить, с какой вероятностью удастся поразить все цели на территории вероятного противника. Вот блок НАТО нам противопоставляет, скажем, какое-то количество целей. Опять-то танки, какие-то там, я не знаю, укрепленные районы. Понятно, да? Значит, какое-то количество целей. Ка-целей. И по каждой цели мы, естественно, будем выпускать некоторое количество снарядов, чтобы их, так сказать, поразить. Правильно? Есть вероятность для снаряда поразить эту цель. Мы отвлечемся от того, что разные цели, разные снаряды, пускай будут, цели все будут у нас в принципе одинаковые, и снаряды все в принципе одинаковые. То есть вероятность поражения цели одним выстрелом, она одинаковая для всех целей. Годится? Значит, есть у нас К, допустим, цели, и Н снарядов на наших складах. Снаряды, которые лежат, долго-долго ржавеют, теряют свои качества. Значит, что же получается? Чем больше мы запасаем снарядов, тем они становятся менее-менее качественными от долгого, так сказать, хранения. Правильно? Логично? Что же получается? Помните, мы с вами проходили такую ситуацию? Это называлось, кстати, бинамиальный закон распределения, да? С которым мы столкнулись как раз сейчас. Мы делаем N испытаний, то есть N снарядов пускаем по целям вероятного противника, и должны выяснить вероятность. С такой вероятностью мы поразим ровно К целей. Вот этих вот К целей, как раз столько, сколько их там есть. То есть надо посчитать вероятность победы в этой самом войне за Лондон, в освободительном походе на Лондон. Вот как это посчитать? Ну, в принципе говоря, мы здесь сталкиваемся с бинамиальным законом распределения. Давайте вот на него посмотрим повнимательнее. Что тут за штука такая? Вот, значит, буковка П. Буквкой П мы привыкли обозначать вероятность. Пропобилити – это тоже какое-то английское слово. N – это столько испытаний проводим мы. K – столько раз испытание должно завершиться успешным поражением цели. Клубы дыма, осколки брони. Вот. Вот что должно произойти. Вот K – раз это испытание должно быть. В свое время мы проводили такого рода испытания. У нас, помните, был прапорщик Иванов, он стрелял по фазанам. Не было у него никаких танков, у него были патроны и фазаны. Была вероятность поражения фазана – P. И была вероятность не поражения фазана – Q. Вот это вот P, которое в степени К возведено. Помните, это вот вероятность поражения фазана одним выстрелом. И Q – вероятность не поражения его. Естественно, в сумме должно получиться единица. Правда? P плюс Q. Либо фазан поражен, либо не поражен. Либо танк противника поражен выстрелом нашей противотанковой пушки, либо он не поражен. Одно из двух. Третьего не дано. Не так ли? Вот. Значит, что же у нас получается? Давайте еще раз приглядимся к этому делу. Значит, получается так. Здесь еще стоит загадочная для некоторых буква – C. C внизу индекс N вверху – K. Это не Cn в степени K. Это число сочетаний из N по K. Или биномиальный коэффициент, как его еще называют. Или проще, как обычно на таком математическом сленге говорится – C из N по K. Количество сочетаний из N по K. Это о чем речь идет? Это значит, что мы N раз проводили испытания, N раз пускали снаряд по вражеским целям. И из этих N раз сколькими способами можно выбрать K удачных случаев, удачных моментов? Вот таким количеством способов. Число сочетаний из N по K. Мы как-то там считали, формулы были всякие, но сейчас дело не об этом. Дело вот о такой ситуации, с которой сталкивается генштабист, считая вероятность победы в освободительном походе на Лондон. Вот, выпускается, напомню еще раз, N снарядов и ждут, что будет поражено K цели. Но жизнь вносит коррективы, снаряды. Чем больше их у нас в распоряжении, тем меньше вероятность удачного применения отдельно взятого снаряда, тем P меньше. У нас была такая величина математическое ожидание количество пораженных целей N выстрелами, да? Математическое ожидание количество наступлений благоприятного исхода в испытании в случае, если проведено N испытание. В одном испытании среднее количество пораженных целей P, скажем, вероятность поражения 0,5, значит, в среднем пол цели можно поражить одним выстрелом. или пол фазана добыть одним выстрелом. Если у нас N раз применяется оружие, то мы можем поразить N умножить на P цели. Так вот, вся заковыка в том, что P у нас с ростом N стремится к нулю. Но вот так вот оно стремится, предположим, что N умножить на P остается постоянной величиной. То есть математическое ожидание количества пораженных целей от того, что мы увеличиваем склады, так сказать, порченных боеприпасов, не возрастает. То есть N на P остается константой. Вот. Вот в таких вот предварительных условиях, да, надо нам будет оценить вероятность успеха. Вероятность того, что ровно K целей будут поражены. вот, когда мы применим бесконечно большое количество снарядов. Тут у нас есть формулы. Давайте на них поглядим. Это значит вот что. Вероятность поражения K цели. Вот P в скобочках K. Предел. Предел. И под этим пределом написано условие, при которых мы его собираемся вычислять. N. То есть количество примененных боеприпасов стремится к бесконечности. При этом P. Вероятность успешного применения отдельного взятого боеприпаса стремится к нулю. Но не все так плохо. Они стремятся, так сказать, очень дружно. Ладно. И произведение N на P остается постоянным. Ну, скажем, равно какому-то A. Вот. То есть сколько-то A целей в среднем можно будет поразить. И спрашивается, какова же будет вероятность, что будет поражено ровно K целей. То есть все цели. Будут поражены. Ну, понимаете, я вот скучный человек. И дальше записал в скобочках то, что мы собираемся устремлять к бесконечности. Частот сочетания из N по K. Я недостаточно скучный человек. И не стал расписывать вот это вот выражение для бинамиального коэффициента. N факториал делить на K факториал и делить на N минус K факториал. Не стал я этого записывать. И даже не стал проводить вам это доказательство. А лишь скажу вам. Что в этом случае вероятность наступления, что событие наступит ровно K раз распределено по закону Пуассона. Это вот самая нижняя наша формула. A в степени K делить на K факториал и умножить на E в степени минус A. Ну, значит, нужно вам напоминать, что такое K факториал. K факториал. Это, значит, произведение всех натуральных чисел от единицы до K. Значит, например, 5 факториал 1 умножить на 2, на 3, на 4, на 5. Это будет сколько? Ну, я знаю, это будет 120, если перемножить. А вот K факториал, когда очень большое число, соответственно, это будет тоже очень большим числом. Теперь относительно, значит, E. Это очень замечательное число, E. Значит, оно равно 2,7 и еще что-то там, бесконечная, непериодически десятичная дробь. Каков его смысл? Это предел. Предел некой последовательности. Смотрите, какое. Вот возьмем такое число. 1,001, и возведем ее в степень тысячи. Получится число очень близкое к E. А возведем такое число. 1,001. 1,501. Это 1,001. И возведем в степень миллион. Получим число еще более близкое к E. А вот 1,001 возведем в степень миллиард. Еще более близкое число получается. Короче, смысл этот вот в чем. Это предел такой последовательности. Единица плюс единица делить на N. Вот такое число в степени N. При N, стремящемся к бесконечности. То есть, 1,000001. И в степени вот это какой-то ужасно большой. Там вот единица и 0,00000. Вот. Поняли меня, да? Это число вроде как остроумное очень. Но оно не из-за своего определения понравилось математикам и природе, самое главное. Дело в том, что очень интересно ведет себя функция E в степени X. Слышали про такую функцию? Ее еще называют экспонента. Это очень важная функция сама по себе. Значит, ну, во-первых, что сразу впечатляет? Вы, наверное, проходили в школе такое понятие «производная». Проходили, но не помните. В двух словах напомню. Производная – это скорость изменения функции. Понятно? Вот, Y равняется E в степени X. Вот так она вот. От X зависит эта функция, да? Чем больше X, тем больше Y. Так, а какова скорость изменения функции? Мгновенная скорость. Вот это называется производная. Так вот, удивительно, что от функции E в степени X производная будет E в степени X. Это функция сама от себя производная. Кстати говоря, вот так вот здорово получается, да? Вот, чем замечательна эта штука? Чтобы запомнить историю про E в степени X, существует маленький случай из жизни психиатрической больницы при механико-математическом факультете МГУ. Туда доставили такого буйного пациента, кричит, я вас сейчас всех продифференцирую, то есть вычислю производную. А выходит ему навстречу такой юный герой, худенький, с хрящеватым носиком, поправляет на переносице очки и говорит ему, а я, говорит, E в степени X. То есть экспонент он. То есть если его дифференцировать, так он и получится. E в степени X так и останется. Вот так вот и уняли этого буйного, сумасшедшего на механико-математическом факультете МГУ. Такая вот история вышла с ним. Ну ладно. Значит, про E в степени X я это вам сказал. Вот, вот что получилось. Вот такая вот формула для вычисления вероятности количества наступления событий в бесконечном количестве испытаний, причем при всем при том, когда НП, то есть математическое ожидание количества наступления этого события остается постоянным, равно А. Ну, вообще, вам должно казаться эта задача очень искусственной, правда? По-моему, это единственный такой вот пример, пришедший мне в голову, когда актуально действительно от увеличения до бесконечности количества испытаний, и причем уменьшение вероятности в каждом, с ростом количества испытаний, уменьшение вероятности благоприятного исхода отдельного испытания, да, лежащие на складе и стареющие безнадежно патроны в одиночестве, да. Вот. Я вам хочу вот что сказать. Вот представьте себе нашу жизнь. Это сплошные случайности, правда? Каждую минуту с нами может что-то случиться, что-то хорошее или что-то плохое. Можем кого-то встретить, например, да. Вот работают у нас всякие механизмы, компьютеры, телекамеры, телевизоры, системы электроснабжения. В любой момент с ними что-то может случиться. Ну, может произойти отказ, да. Есть такое понятие. Отказ. Автомобили ломаются, светофоры на улицах портятся. И вот представьте себе, если бы нам взять и разбить время нашей жизни на маленькие кусочки, в каждый маленький кусочек времени нашего, у нас вероятность наступления вот этого вот события, то, что сломался телевизор, да, или мы встретили наконец-то, так сказать, принцессу или принца на белом коне, да, он будет стремиться к чему? К нулю. Правда? К нулю. Вот если совсем мало использовать какой-то прибор, автомобиль, да, мало времени, вот, ну вот только вот купили мы его, да, еще одна микросекунда только прошла, как автомобиль стал нашим, то за эту микросекунду он, ну, невероятно, чтобы успел сломаться, правда? Вот. Прошло очень мало времени, как нас мама наконец стала пускать на дискотеку. Очень маловероятно, что за это очень маленькое время мы успеем встретить, так сказать, принца на белом коне. Вот. Если они вообще на дискотеке ходят, эти принцы. Вот такие вот дела. Или рыцарь на белом коне называется. Вот так, по-моему. Так, вот какая вещь, да? То есть, понимаете, какой намек я вам даю? И вот мы будем суммировать, что? Все эти бесконечно маленькие отрезки нашей жизни, правда, нашей конечной, в общем-то, к сожалению, жизни, вот мы их будем суммировать. Что получается? Значит, произведение вот это вот, от этой суммы, Н, П, Н стремится к бесконечности, к бесконечности стремится количество бесконечно малых отрезков нашей жизни. П, П стремится к нулю. То есть, вероятность того, что за вот этот бесконечно малый отрезок нашей жизни с нами что-то там случится. Но, тем не менее, вероятность того, что с нами в жизни случится, Н, П, что-то, да, за всю нашу жизнь, или за какой-то отрезок времени. Ну, ладно, жизнь, там уж что-то говорили о таких вещах. Ну, за отрезок времени. Вероятность отказа компьютера в течение рабочего дня. Вот компьютер выдает билеты железнодорожные, да? Вот такая вероятность, что он испортится, и люди не смогут уехать из-за поломки компьютера. Вот о чем идет речь. Понятно, да? То есть, получилось, что закон Пассона очень многие вещи описывает. То есть, всю нашу жизнь. Пошли, пойдемте бизнесом заниматься. Магазин открыли, торгуем. К нам приходят люди, покупатели. Или к нам в какой-то офис обращаются посетители, там, так сказать, хотят разместить у нас заказ. Что получается? То же самое, закон Пассона. Есть люди, которые могут зайти, могут не прийти. То есть, может наступить событие. Пришел человек? Пришло 2, 3, 10 человек, да? То есть, вот мы каждый раз испытываем, каждое мгновение работы нашего бизнеса, мы производим испытания. Придет или не придет долгожданный покупатель, купит или не купит, он у нас, значит, баночку селедки пряного посола или не купит. Вот. Каждое мгновение мы это испытываем, да? А этих таких мгновений бесконечно много. Вероятность того, что за мгновение к нам кто-то придет и купит селедку, очень маленькая, да? Практически нулевая. Ну, практически. Стремящаяся к нулю это называется. А вот это вот произведение, что за целый день мгновений столько наберется, а их бесконечно много мгновений в течение дня. Вот вероятность какая-то есть. И приходят люди, покупают селедку пряного посола за милую душу, еще благодарят. Еще раз приходят, покупают, да? Если им понравится. Вот как происходит дело, да? Чувствуете? И вот это важно нам очень знать свойство по Ассоновскому закону распределения. И он обладает совершенно ошеломляющим свойством. Значит, это свойство нам, вот что оно означает. Смотрите-ка, помните слово математическое ожидание? Среднее значение, да? И еще одно слово, дисперсия. Средний квадрат отклонения случайной величины от среднего значения. И вот эти две величины, чему они равны для закона Пуассона? Совершенно снухошибательно. Мат ожидания и дисперсия одинаковы. Они равны тому, той самой величине А, что у нас фигурирует в законе Пуассона. Вот оно в чем дело. То есть, если у нас в течение, скажем, отрезка времени, ну, рабочего дня А, приходят покупатели, ну, скажем, 100 покупателей к вам приходят в среднем течение рабочего дня, то какова будет дисперсия? Она тоже будет А. Но не 100 покупателей, а 100 квадратных покупателей. Ну, такая уж, ладно, не берите в голову. 100. Вот среднее квадратическое отклонение, это мера разброса более понятна. Она не в квадратных единицах, а в обычных. Корень квадратный из дисперсии, это будет корень из 100. Корень квадратный из 100 сумеете посчитать? 10. И вот что получается. Значит, у вас мат ожидания, количество пришедших покупателей в течение дня 100. Среднее квадратическое отклонение, корень квадратный из нее, 10. Значит, сколько вы можете быть уверенным, что к вам в течение дня придет покупатель? Плюс-минус 3 сигма. Можете на большее количество покупателей не готовиться, не рассчитывать, значит, к их приему. Это значит, плюс-минус 3 сигма, плюс-минус 30. Значит, 100 плюс-минус 30. Никак не меньше 70, и никак не больше 130. Это в том случае, если завтрашний день, как две капли воды, похож на сегодняшний. Ну, бывает там дни рабочие-выходные, да? Наверное, есть смысл сравнивать тогда вот эти, скажем, рабочие дни с рабочими, выходные дни с выходными, да? Ну, что ничего не случилось, в городе не продолжает работать транспорт, не запретили вашему магазину, так сказать, санитарной эпидемиологической службы продавать селедку пряного посола, все нормально. Ну, тогда вот так вот можно прогнозировать. То есть, если неизменными остаются условия опыта, то вы можете четко быть уверенным, что если у вас в среднем в день наступает n раз какое-то событие, то на следующий день никак не меньше будет, чем n минус 3 корни квадратных из n, и никак не больше, чем n плюс 3 корни квадратных из n. Вы, скорее всего, не ошибетесь, если так вы считаете. Понятно? Это очень жизненно важный момент. Ну, вот давайте так к личной жизни перейдем. Вот представьте себе, вот какая-нибудь вы девушка-красавица, и у вас же от женихов отбоя нет. Правильно? И вот, ну, отбоя нет, так вы от них и отказываетесь. Конечно, когда много, то зачем мне вам? Вы выбираете, все ждете этого принца какого-то необыкновенного. Вот, вот давайте прикинем. Вот прошел год. В течение года на вас внимание обратило, скажем так, ну, серьезно обратило внимание, с цветами, с подарками, 10 молодых людей, да? Вот. Ну, вот вы думаете, вот в будущем году-то не иссякнет ли поток? Сколько придет в будущем году молодых людей к вам с цветами? Сиренады петь под балкон. Давайте прикинем. Пришло к вам, допустим, 7 человек под балкон. Это что, трагедия? Может быть, вы стали уже старый, вам уже 19 лет, вы никому не нужны? Нет, это не трагедия. Смотрите как, 10 к вам приходило. Будем считать, что это математическое ожидание, количество влюбленных дуралеев, да? Корень квадратный из 10 сколько? 3 с чем-то. 3, по-моему, 15. Значит, плюс-минус 3 сигма, это сколько будет? А это будет плюс-минус 9. То есть, в принципе говоря, если к вам придет даже один поклонник в течение года, это еще не повод ставить, так сказать, крест на себе и выходить замуж. Вполне может быть, что на будущий год к вам придет 19 поклонников. Вот такие вот дела могут с вами произойти. Ну, скорее всего, если к вам пришло в этот год 10, ну, в общем, наверное, ну, уж никак не меньше 7 или, по крайней мере, трех будущий год будет у вас поклонник. То есть, выбор-то еще будет, да? А это вот помните тоже фильм-то мой любимый «Жестокий романс». Вот она ходила-ходила зимой вот тогда, помните, никаких женихов не было, и тут явился Карандашев с цветами стоит под дверью. Вот не проходила девушка закон Пуассонта, да? Вот и влипла в историю с ним потом. Вот. Надо было подождать. Сейчас бы еще сбежались бы поклонники. Куда бы не делись-то? Ну, дело случая, все. Так, ну что ж, перейдем, значит, ближе к жизни. Значит, я вам сказал уже, что математическое ожидание чему равно, равно на дисперсии. Ну, и вот еще одну игру сейчас разыграем. Значит, ну, игра имеет очень вполне конкретный прецедент. Дело было, как всегда у меня во всех моих воспоминаниях, на стыке 60-х и 70-х годов. Город Долгопрудный, знаете такое? Там, значит, есть достопримечательность Московский инженерно-физический институт. Один из лучших институтов такого профиля в мире. И вот там такой порядок был. Ну, не знаю, как сейчас, в то время абсолютно точно. Все, кто там учился, москвичи или не москвичи, не важно, все жили в общежитии. Ну, чтобы как-то вот так вот проще было учиться, да? Друг к другу посоветоваться, пообщаться. Вот утром вовремя прийти на лекцию, не опоздать на семинарские занятия. И, ну, в Москву-то они регулярно ездили и к родителям, и, значит, в театр, в музей. Ну, вообще, Москва источник соблазнов. Постоянно ездили. Ну, а деньги-то неохота тратить на билеты. Правда? Хочется сэкономить. Тогда деньги-то были дорогие, тогда на 40 копеек можно было пообедать. И вот они ездили зайцами. Тогда, вот я вот сейчас уже не помню, то ли 3 рубля, то ли рубль стоил штраф в, значит, электричке. И появились там умные ребята. Ну, там все ребята умные, а эти были еще и предприимчивые. Они прикинули вероятность, с которой студент, который едет на электричке, попадает на контролера. Эта вероятность была не такая уж большая. И они решили заняться страховым бизнесом. То есть от всех желающих, своих, значит, соучеников, они принимали деньги в размере стоимости проездного билета до Москвы. Заплатил человек, и дальше он живет спокойно, ездит зайцем. Ездит зайцем и ожидает, придет или не придет контролер. Контролер приходит, он ему платит аккуратно, значит, штраф. Контролер выписывает квитанцию. И наш счастливый зайц, оштрафованный, идет вот к тому, у кого он застраховался, ему возвращает 3 рубля и выплачивает еще некоторое вознаграждение за вот, значит, такое вот причиненное неудобство. Вот такой вот бизнес был. Люди были в прибыли, ну, кончил все для них плохо, тогда не принято было такие вещи одобрять. В принципе, они занимались воровством на железной дороге, да? Вот. Люди не доплачивали фактически деньги за билеты. Брали они себе, вместо того, чтобы эти деньги шли на железную дорогу. Это, конечно, нехорошо было преступление, разумеется. Ну, так вот, представьте себе, что вы сейчас занимаетесь страховым бизнесом. Вы большой начальник, сидите в Москве в красивом кабинете, из вашего окна открывается роскошный вид, и к вам из регионов приезжают с отчетами граждане, да? То есть представители ваших, так сказать, филиалов. Вот приходит к вам представитель филиала, приносит он отчет. Вот, давайте на него посмотрим. Отчет он принес. В отчете написано, что застраховали они некоторое количество объектов, ну, например, автомобилей. И с ними происходили страховые случаи, по которым приходилось делать выплаты. Страховые выплаты, по-моему, так называют. Страховые возмещения, да? Вот, смотрите, что получилось. Было у них 125 объектов, с которыми ничего не случилось. Ноль с ними было страховых случаев. 45 объектов, с ними случился один страховой случай. 15 объектов, два страховых случая. Ну и так далее. Вот, по одному было объекту, с которыми случалось 6 и, соответственно, 7 страховых случаев за период времени. Вот, такие вот вещи. Ну, с автомобилем страховые случаи случаются разные. Разная бывает, так сказать, тяжесть этих случаев. А вот если речь идет, скажем, что вы, ну, страхуете какую-нибудь аудиторскую фирму, да? Их аудиторские заключения, да? Вот, получилось так, что 125 аудиторских заключений оказались верными. И, значит, так сказать, фирма, для которой заключение было дано, не потерпела дополнительных убытков, там, от штрафов и, как это назвать, наложения разных взысканий со стороны налоговых органов. А вот у 45 фирм получился один прокол в вашем заключении, в застрахованном вами аудиторском заключении. А вот у одной фирмы вообще 7 раз ее штрафовали. Кошмар. И каждый раз после каждого штрафа вам приходилось воплачивать страховое возмещение, да? Вот так вот устроена жизнь была, да? Вот. Ну, значит, обратите внимание, если все эти суммы сложить, 125, 45, 15, то, по-моему, должно получиться 200. 200 объектов застраховали в вашем филиале. Ну, вот, принесли вам такой отчет, положили вам на стол, вы что делаете? Ну, вы говорите, вот, ну, вот, как хорошо, что вы приехали, как вы устали с дороги, идите отдохните, а завтра с утра приходите. А сами вы, пока его не будет, этого человека, приехавшего из провинции глухой, вы будете проверять результаты его. Каким образом? Вы хотите знать, а что он там в провинции, честный человек или не очень. Он ведь мог вот сделать какие-то приписки, то есть он мог вот эти вот семь, на самом деле, страховых случаев, могли быть вымышленными. То есть просто кто-то из его родственников там что-то там такое застраховал, и ему, значит, что-то фиктивные составлялись акты о страховых случаях, и он выплачивал. Это такое называется аферы в области страхования, да? Вот. Не аферист ли он? Как это проверить? Ну, проверить его можно по двум, так сказать, пунктам одновременно. То, что знает ли он математическую статистику и честный ли он человек. Если он математическую статистику не знает, то мы узнаем, честный он или не честный. Если знает, он сможет подделать данные. Значит, как порним проверять? Считать мат-ожидание, то есть среднее значение по его данным, и дисперсию. Если они совпадут, ну, или будут, ну, естественно, близки друг к другу, значит, все нормально. Значит, человек хорошо учил статистику и ворует. Или человек честный, вот одно из двух. То есть, по-любому вы его не можете ни в чем уличить. Давайте посмотрим, как это будем считать. Вот наш расчет. Решили мы посчитать математическое ожидание. Это так говорят в теории вероятности. А математическая статистика это называет среднее значение. Вот, смотрите, по колонкам суммы. Внизу сумма общего количества застрахованных объектов, да? 125 плюс 45 плюс 15 плюс 8 плюс 3 плюс 2 плюс 1 плюс 1. 200. Видите, вот, итого. Так, теперь считаем сумму К умножить на М с индексом К, да? То есть, 0 на 125 плюс 1 на 45. Это 45, кстати. 2 на 15, 30. 3 на 8, 24. 4, 4 на 3, 12, 5 на 2, 10, 6 на единичку, 6, 7 на единичку, 7. Видите, то эти вычисления все вообще можно делать в уме. То есть, даже необязательно использовать Excel. Напрасно, наверное, вы его послали в гостиницу. Лучше бы сразу бы, бум, ошарашить. Ну, ладно. Сходил бы в буфет. Сходите в буфет, попейте чаю, надо было ему сказать тогда. Он говорит, спасибо, я уже попил. Вот тогда уж вам пришлось бы на его глазах считать. Да, правильно, надо в гостиницу отсылать. До следующего дня. Значит, 134. Значит, всего страховых случаев произошло 134 с двумя стами объектами страхования. Вот что получилось у нас. Значит, нет проблем посчитать среднее количество страховых случаев, что происходит за вот этот вот определенный период времени с одним объектом страхования. А просто поделить 136 на 200, получится 0,67. 0,67 это вероятность того, что наугад выбранный вот объект въедет, скажем так, в страховой случай. Можно так это понимать. А вообще это среднее количество страховых случаев, что происходило с одним объектом за период страхования. Вот такой смысл. Примемся за расчеты, значит, дисперсии. Помните, формула была для дисперсии? Официально формула звучала так. Средний квадрат отклонения от среднего значения, да? И я очень люблю формулу, которая звучит так. Средний квадрат минус квадрат среднего. Если вы не забыли, что средний квадрат и квадрат среднего это разные вещи. Если забыли, то давайте посмотрим на табличку. Значит, вот что мы считаем. Значит, k в квадрате – это количество страховых случаев в квадрате, которые вот с какими-то машинами проходили. Ну, вот, например, 0 в квадрате – это 0, 1 в квадрате – это 1. А вот 2 в квадрате – это 4. 4 в квадрате – 16, 6 в квадрате – 36, 7 в квадрате – 49. Вот они, k в квадрате. И мы считаем средний квадрат. То есть, k в квадрате умножаем на m. k – это количество объектов застрахованных, для которых квадрат количества страховых случаев составил вот такую величину. Например, 0. Это 125 таких объектов. Вот мы их умножаем. 0 на 125, 1 на 45, 4 на 15, 9 на 8 и так далее. 49 на 1. Вся эта сумма, вам остается мне поверить, равна 360. И вот эти 360 нужно разделить на 200. Сколько получится? 1,8. Это средний квадрат. Средний квадрат количества страховых случаев – 1,8. А чему равна дисперсия? Вот моя любимая формула. Средний квадрат минус квадрат среднего. 1,8 минус 0,67. Мы до этого считали, вот среднее количество страховых случаев – минус 0,67. Если посчитать, это равняется 1,3,5,1,1. Ну, 1,35. 1,35 – это почти, ну, даже не почти, а даже больше, чем в два раза превышает среднее значение – 0,67. И этот ваш товарищ, этот ваш товарищ очень непрост. Очень непрост, можно так про него сказать. Так обычно говорят про людей, которые очень простые, на самом деле, попались. О, как он непрост, он попался. Был бы он непрост, он бы не попался, извините. Это же так уж всегда заведено. Ну, ладно. Вот какие вот вы наблюдения сделали. Значит, он вас на самом деле, так сказать, дурит. Каковы ваши в этом случае действия? Скажите, пожалуйста. Ну, ваших действий тут особенно-то много не бывает. Ну, вы можете начальству доложить. Вот, и его, так сказать, сдать. А можете сами оказаться, ох, каким непростым человеком. Вы на следующий день ему прямо в глаза рассказываете все, что знаете про закон Пуассона. Показываете, где он попался. И пытается ему помочь, значит, сделать фиктивный вот этот вот, фиктивный отчет, да. Фиктивный отчет, который вот его бы устраивал, да. Вот. Вот давайте посмотрим, как это надо сделать. Значит, видимо, он уже выплаты произвел, да. Значит, с вероятностью 0,67. Значит, 0,67 на 200 у него было столько страховых случаев-то. 134, да. 134 страховых случаев у него случилось. Денежки по ним он выплатил. Надо нам только так провести в порядок эти страховые случаи, чтобы количество их с объектами, случившихся с этих случаев, соответствовало бы закону Пуассона. Вот. Тогда тот комар носа не подточит. Давайте пытаться это сделать. Сейчас посмотрим, что у нас есть на слайдиках. Значит, ну, во-первых, есть у нас лишний раз, можете показать вашему подопечному, о чем он попался. Среднее значение совершенно не равно дисперсии. Хотя они должны бы были быть равны. Вот. В среднем с одной... В среднем, значит, застрахованным объектом происходит 0,67 страхового случая, а дисперсия составляет 1,35 квадратных страховых случаев. Вот. Меня всегда это очень развлекает. Ну, вы не пугайтесь, квадратно на квадратно. Такая единица измерения просто. Это же среднее квадратное отклонение от среднего значения. Так. Ну, а мы тогда будем, или этот жулик должен был в свое время сам сделать, если хорошо учил математику, пытаться составить набор вероятности, с которыми то или иное количество страховых случаев происходит. Придется по этой формуле считать. А в степени К, то есть 0,67 надо будет возводить в степени, начиная с нулевой и кончая, значит, по-моему, степенью 7. Делить на К факториал и на Е в степени минуса. Значит, отдельно хочу вам сказать, как вам вычислять Е в степени минуса. Так, значит, для этого калькулятора существует, называется инженерный калькулятор, для инженерных расчетов. У вас не обязательно он есть. Но у вас обязательно есть компьютер, а в компьютере есть стандартная такая вот программа, которая называется калькулятор. У нее два состояния. Есть обычный калькулятор и инженерный калькулятор. Или там как-то он для научных расчетов, что-то сантифик, инженерный, по-моему, называется. И вот в этой программе есть возможность посчитать Е в степени, значит, Х. Е в степени какое-то число. Там для этого используется, знаете, там такое окошко, есть инверсия. Функция есть логарифм натуральный, ЛН. Так вот, Е в степени – это функция обратная натуральному логарифму, от инверсии вот этой функции. Я как-нибудь вам покажу в следующий раз, это на экране. Ну, может, не в следующий раз, но на экране – это фотография этого калькулятора, и научу, как считать такого рода вещи. А вообще, получается, знаете, чем я у вас учу? Это называется так. Никому не говорите. Это называется математическое обеспечение финансовых афер. Правда? Страшное дело, на самом деле. Могучая сила. А, как это? Математика – страшная сила. Красота – страшная сила, на самом деле. Ну, ладно. Давайте посмотрим, как я это считаю. Вместе с вами, конечно. Так, значит, вот оно. С тильдой. Вот я обозначил величину М. С тильдой. Да? Тильда стоит. Такая волна сверху. Помните, в русском языке есть слово «титл». Если вы когда-нибудь старославянский язык учили, старославянскую нашу письменность, то там пропускаются иногда гласные звуки, а над согласным ставится вот такая волна. Он называется «титл». С титлом. «Бг», например, пишет вместо «бог». И над буквой «б» вот тут пишет этот титл. Вот. Вот тут у нас в математике это называется «тильда». Так, вот оно. Количество ожидаемое, которое должно было быть, раз произойти событие, значит, сколько объектов, с которыми событие произошло ровно к раз. Значит, общее количество объектов, это заглавная буква «Н», как номер, как букву на гербе Наполеона. Вот. И вероятность того, что случится. То есть «Н» умножить вот на эту вот замысловатую дробь, которую сейчас будем вычислять. Я хочу обратить ваше внимание на одну вещь, как это все дело сократить, эти порядки вычисления. Каждая следующая вероятность от предыдущего, вот «П» от «К» плюс «1», она очень сильно связана с предыдущей вероятностью «П» от «К». Просто нужно умножить еще раз на вот этот параметр «А», в нашем случае на 0,67, и разделить на «К» плюс «1». И все. Вот каждое следующее, ну, это легко видеть из формулы, кто формулу хорошо понимает. На словах формулу не очень шибко, сильно объяснишь. Ну, вот там написано, вот эти формулки написаны. Вот сравните формулу с предыдущей «П» от «К», где фигурирует. Вот она «А» в степени «К» на «К» факториал на «Е» в степени минуса. Ну, у нас здесь вот это вот выражение. Значит, короче говоря, главное только посчитать для «К» равно 0, а дальше все пойдет как по маслу. Считаем вероятность, что 0 раз событие произойдет. Это «Е» в степени минус 0,67. Считано было на калькуляторы для инженерных расчетов. «Е» в степени минус 0,67. Это будет 0, 5, 1, 1, 7 и еще какие-то там знаки идут. То есть в среднем ожидается, что такое событие не произойдет ни разу в страховой случае со 102 объектами страхования. Следующая величина «М1». Это значит, что нужно умножить «М0» на «А» и поделить на единичку. 68, 56. Ну, примерно 69. Так в отчет будем писать. 69. «М2». Это что же там будет такое? Это надо еще умножить на «А» и поделить теперь на двоечку. 22, 97. Ну, естественно, мы не можем написать 22, 97. Нам придется написать 23 объекта. Пострадали столько раз. А вот теперь 3. Значит, опять же, «М2» стильды умножаем на «А» и делим на 3. Пожалуйста, примерно 5. «М4» примерно 1. А вот «М5» 0,11. Ну, примерно 0. Дальше можно уже не считать. Все эти остальные, «М6» и так далее, будут равны нулю. Вот какая табличка должна была быть оформлена. Тогда мы не смогли бы подточить нос своего. Тут начинается с чего? 102 объекта ни разу не попали. Один объект попал 69 раз. Вот в страховой случае. 2. 23 раза. 3. 5 раз. 4. 1 раз. Вот как получилось. Ну, ясное дело, что по сравнению с тем, что было у нашего подопечного, приехавшего из провинции, он использовал своих родственников очень активно. Выписывал на них по 5-6 страховых случаев. Здесь ему придется очень активно вербовать себе этих самых, так сказать, помощников, на кого он будет списывать случаи. Ему это, конечно, не очень удобно. Еще один момент. Вы не думайте, что вот раз он такой умный так посчитал, дальше не попадешься. Есть способы, которые позволяют на самом деле оценить степень точности, степень правдивости и такой вот фальшивки. Но я их пока вам не расскажу. У нас на них будет, наверное, другой разговор. Но, по крайней мере, соревнования, так сказать, того, кто пытается подделать и того, кто пытается опровергнуть его статистические данные, оно неисчерпаемо фактически. Фактически можно сколько угодно раз это дело вот все время совершенствовать. Один совершенствует, другой тоже совершенствует свои знания. Таким образом можно ловить друг друга до бесконечности. Так, давайте посмотрим. Сейчас проверим вот эти, что бы дала проверка по этим данным. Давайте поглядим. Вот табличка. Это наши уже фальсифицированные данные, умело, с помощью знания математики. Значит, вот оно, как общее количество случаев, такое же осталось, 134. Так, вот, значит, 0,67. А вот теперь считаем средний квадрат. Он оказался равен, значит, 224 делить на 200. Это 1,112. Ну что ж, вычисляем дисперсию. И оказывается, она равна среднему значению, тому самому, чему нужно было. Да, подделали удачно, но слишком удачно. Слишком она равна. Это тоже вот это вот заподозрили бы мы. Да, вот если бы мы проверяли бы реально это все дело, то тут бы нам был бы объект для подозрений. Мы бы уже пошли учиться математике дальше, чтобы еще сильнее вот это дело вот все раскрыть. Надо отдавать себе отчет, что здесь статистические данные квалифицированно подделать очень сложно. Надо очень хорошо учить математику и лучше не подделывать их. Потому что всегда кто-то найдется хитрее вас, кто вас сможет разоблачить. Если не сейчас, то через 50 лет. Ну, лекция у нас уже подошла к концу. А то бы я вам рассказал одну очень поучительную историю из истории нашей любимой Родины. Я вас благодарю за внимание, желаю вам удачи. Ведите себя правильно, не нарушайте законы. И приходите на следующее занятие. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...